Сынок Омегу и детские витамины. Коктейли очень нравятся, всем рекомендую. В этот раз заказала батончики ягодные попробовать. Юля и Катя очень хвалили, поэтому решилась я тоже попробовать. Так, значит, план на каталог у меня 18%, как Оля сказала. Ну, 15, надеюсь, он будет. Сейчас у меня 6%. Ключевые партнеры это Юлия Старцева, Девяткина Наташа. Наташи нет у нас сейчас на планерке, она немножко без компьютера. На телефоне, но очень активно в чатах, активно приглашает. Молодец, умничка моя. Я в ней не ошиблась, повторяю это вновь и вновь. За эту неделю у меня одна регистрация, девочка регистрировала во вторую ветку. Девочка молодая мама, 5 месяцев ребенку, но она немножко затихла, сказала, что зубы и все такое. Поэтому не знаю, что получится. Рекрукинг, конечно, у меня немножко подхрамывает из-за того, что я целый день на работе. Вебинар. Оля, я смотрела твой вебинар по контакту, очень понравился, спасибо. Посмотрела видео, так скажем, это был не веб, видео о том, как наши заказы формируются, раскладываются. Ну, это интересно, познавательно, в общем, чтобы понять масштаб вообще происходящего, полезно. Там 40 минут видео. Не получается сейчас немножко самоорганизоваться, потому что работа, я 6 лет не работала на том месте, куда вышла, 3,5 года, почти 3,5 года была в декрете, не работала. Немножко сложно совмещать, но совмещать очень хочется, а потом и замещать. Хочется продвигаться здесь. Ну, интересных пока в команде никого. Фишка недели. Фишка недели, наверное, попытка самоорганизации сейчас. Буду стараться по ночам, по вечерам, до двух ночи смотрю, читаю чаты, немножко разбегаюсь, не знаю, куда кидаться. Юля на телефоне постарается. Я тогда завершаю свое выступление. Пока всем. Фишка недели-то какая у тебя в итоге? Так мы тебя не раскололи. А, понятно. История умалкивает. Хорошо. Так, ну давай, Юль, попробую. Ты опять на телефоне у нас. Попробую тебя подключить, получится ли не получится. Юль, привет. Это ты замигала. Юль, привет. Привет, слышно меня? Это ты замигала. А видно меня что-нибудь? Нет, не видно. Слышишь? Нет. Нет? Не слышно. Слышно? А, слышно, но не видно. Витя, ну-ка посмотри, что у меня тут с камерой. Сейчас, сейчас. Посмотрим камеру. Сейчас, минуточку. Витя, иди сюда. Сейчас. Посмотри, почему меня не видно. Быстрее, ты-ка, там все слышно. Включай. Включай. Женомат. Что-то здесь. Они в камеру. Все, включай. Ничего не... Слушно. У меня здесь уже сипало. Сейчас, девочки, сейчас, минуточку. Сейчас, сейчас, подождите. Слышно, да? Еще раз давайте, скажите мне. А то я ничего не вижу в себе. Слышно меня, да? Ну все, тогда без видео. Потому что не пойму, почему не видно. Слушайте тогда. Покажу себя в другой раз. Зовут меня Юлия Старцева. Пригласила меня Светлана Донмес, моя подруга. Мы живем с ней в одном доме. Живем в городе Анапа. Если не все знают. Вот. Ключевая фраза, которая меня привела в бизнес. Ну, Света мне очень много чего писала. Точнее, у нас с ней была такая длительная переписка на две ночи по сути бизнеса. И ключевая ее фраза была о том, что она мне написала, что ей будет очень жаль, если я не разобравшись, уйду и так и не пойму суть этого бизнеса. Вот. Минке, детская омега-3, батончики я пробовала ягодные, в этот раз заказала шоколадные. Ну, ягодные мне больше понравились, если честно. Но, в принципе, эти вкусные, просто ягодные, менее сладкие. Заказывала немножко из декоративной косметики. Кстати, кто пользуется кистями для косметики, очень рекомендую. Они очень хорошего качества. Я заказала себе в прошлый раз румяна за 299 рублей. А в этот раз была на скидка на кисточку для них. Вообще, очень мне понравилось. Натуральный ворс, очень хорошего качества. Если кому-то надо, рекомендую. Вот. Заказала мужу немножко для бритья средства. Заказала шампунь. Заказала, кстати, за 299 рублей набор, который был по акции. Вот этот в корзиночке такой подарочный. Вот сейчас тут подумываю, что на подарки нужно уже заказать на Новый год. Тоже, Коля, я люблю всякие пакетики, коробочки. Сейчас я выберусь и все буду заказывать дальше. Вот сегодня смотрела вебинар. Днем ЛТО забыла. Наталья, не помню фамилия такая, чуть-чуть замудренная, не помню точно. Вот она рассказывала тоже про ЛТО. Мне очень понравился ее вебинар. Это там был ужасный звук, у нее очень плохая была связь. Но она вот, кстати, говорила о том, что она, когда получает каталог следующего, допустим, сейчас получила 17-й каталог, она сразу себе выписывает список, что она хотела бы заказать в следующем каталоге. Потом она как бы этот список, у нее то пополняется, то что-то бывает, но в итоге, когда начинает каталог, у нее есть уже конкретно список того, что ей нужно. Я, в принципе, делаю так же. То есть я пишу себе список, чего я хочу, а потом немножко правлю. Но план у меня 15%, но, конечно, нас подкачал вот этот большой минус по команде. Я не знаю теперь, как там будет по баллам. Пока на сегодняшний день у меня там вообще 3%. Не знаю, что получится, конечно. Ключевых партнеров у меня пока нету. Ой, потому что все какие-то такие подписанты, мои партнеры, все чаклики, доклики, никто не хочет работать. Один там уехал куда-то на острова какие-то на севере, который Лен и Гейка знакомый. Вообще там без связи с белыми медведями сидит. Другой тут в Анапе вообще куда-то пропал, ни на что не отвечает. Кстати, у нас еще 2 девочки, теперь у меня в команде, которые живут в нашей со Светой доме. Но они пока... Одна сказала, пока будет для себя что-то брать, другая обещает включиться, как мужа в командировку проводят. Ну, не знаю, получится у них что-то или нет. Но пока вот так. Личных регистраций показывает у меня неделю одна. Она что-то тоже сначала так заинтересовалась, тоже из Анапы. Я как бы пытаюсь собрать народ из нашего города, чтобы как-то мне хочется, команда была здесь или где-то рядом, чтобы мы могли хоть как-то встречаться периодически. Не так, что прям очень-очень далеко. Вот, например, с Олей там жалко, вообще не можем увидеться, только так вот где-то в Скайпе. Но хоть это хорошо. Ну, вот ввела в свою систему. Что я ввела в свою систему? Сама не знаю, что я ввела. Пытаюсь как бы тоже себя организовать, потому что дел много, не успеваю тоже многое. То есть работаю, пока ребенок спит, а вечером муж тут уже тоже возмущается, что времени трачу много на работу. Да-да. Сижу допоздна, тут вообще я уже засыпаю за компьютером, просто уже все падаю. Ну, думаю, надо же что-то делать. Не бросать нельзя. Уже все взялось. Надо делать до конца. Вебинар. Вот я тоже, кстати, смотрела, как Оля говорила про встречу Долженко, Гифнидера и Егармина. Мне очень понравилась эта встреча. Вроде бы они все то же самое говорят, что мы знаем. Но как бы каждый раз смотришь, кого-то разного спикеров слушаешь, и что-то новое все равно для себя вносишь, и что-то в голове по-другому откладывается. Да, Света, живая встреча, это ни с чем не сравнимо, особенно как мы с Аленой Иваном Родионовым встречались. Это теперь просто кажется, что из области фантастики с нами случилось. Кстати, на вот этой встрече Долженко, там Алена упоминает, что она приезжала в Анапу, что тут она тоже с кем-то встречалась, ей понравилось. Вот. Что не получается? Ну вот да, не получается. До конца, конечно, рекрутинг. Я, кстати, пытаюсь исправить. Я пока сейчас, в последнее время, у меня метод, я работаю в основном в одноклассниках, то есть через приглашение в группы. Но, честно говоря... Сейчас, минуточку. Моя занята, можно чуть-чуть минуту переплышать? Сейчас. И... Алена, а ты далеко живешь от Анапы? В общем... Ой, сейчас сбилась мысль. А, насчет рекрутинга. Да, работаю сейчас в основном в одноклассниках, приглашаю в группы. Но хочу сказать, как бы, ну, регистрации у меня, в принципе, оттуда вот несколько мои есть. Но как-то не очень много, честно говоря, что... Потому что, не знаю, вот некоторые, которых приглашают в группы, они, ну, принимают приглашение, и потом, когда я их спрашиваю, интересует ли их дополнительный заработок, они как бы... Многие вообще игнорируют этот вопрос, то есть вообще не отвечают. Вот некоторые отвечают, когда узнают, что за работа, как бы сливаются молча, в тишине, ничего не отвечают. Кто-то доходит до регистрационной формы, там, кто-то кого-то пугает паспортные данные. Тоже сливаются. И, ну, я не знаю, очень-очень мало. Кто-то потом... Вот мне вчера девочка говорит, что у нее нет компьютера, она вот работает, где-то там работает, он ей не нужен с телефона, она не хочет заморачиваться. Я говорю, да вот у нас есть, в принципе, люди, которые работают, ну, она как бы нет-нет. Но я тоже всегда вот... Кто-то говорил, учили нас, не помню кто, что нужно всегда оставлять двери открытыми. То есть, ну, я не говорю никогда, ну, там все ладно, нет-нет, прощайте. То есть я говорю, ну, может у вас изменятся обстоятельства в жизни, и что-то появится, время свободное или желание, как бы всегда, пожалуйста, я буду рада, можете всегда обращаться. Люди, в принципе, очень позитивно на это реагируют, там хорошо, спасибо. Нету таких каких-то негативов, в принципе, особого нет, просто как-то молча уходит, молча, молча уходит, и, ну, без всякого негатива, в основном. То есть интересного в команде, ну, явно вот пока никого, потому что она всего одна, и то она что-то куда-то пропала, говорит, ой, нет-нет, я уже что-то передумала, ну, не знаю, что на передумала. Я вот, кстати, очень полезные, полезные были вот маленькие такие презентации, я их в чате тут смотрела, не помню, Анастасия, девочка Анастасия, фамилию не помню, там на 13 минут о сути бизнеса. Очень, как бы так, кратко, и я вот кидала эту презентацию своим новичкам. Нет, цвет непохомого, какая-то не... Там нету видео, там просто она говорит за кадром, и слайды. Вот была в один день этого сторонного новое видео, мол, он там ночами выстраданное, не спал ночами, там чисто его скайп на его, то есть всем не покажешь, а это, как бы, без контакта. Сейчас, сейчас маленький. Ну, да, по-моему, Олеся, да, кидала. А тут девочка просто слайдит, и она рассказывает о сути бизнеса, как бы вот прям так доступно. Фишка недели, я поняла, что нужно менять метод рекрутинга, который мне не приносит пока особого результата, то есть я хочу куда-то свернуть. Я, в принципе, не работала практически в контакте, как бы он мне не так близок, как, например, Одноклассники, потому что я вот была там просто, когда зарегистрирована, до того, как начала в Арифлейме работать, то есть я им не пользовалась, то есть я как бы не знаю функционала, но вот решила, ну, как бы я там, у меня две странички я себе сделала, в принципе, немножко они раскрученные. Вот, и я решила, что нужно мне поменять метод рекрутинга. Вот, поэтому я, в принципе, всем советую миксовать немножко, то есть что-то не получается, нужно пробовать что-то другое, потому что на одном зацикливаться нельзя. Я и по резюме работала, ну, по резюме тоже на Авито не было, много откликов как-то. Но были, вот, кстати, немножко быстро расскажу вам такую историю, чуть-чуть по резюме. Был у меня там мужчина, я тут вас заваливала вопросами, которые не мог открыть ИП. И мне вот тут Оля советовала, что вот можно там на жену, на маму, та-та-та-та. Я ему рассказала об этом, он, в принципе, был уже согласен. Он пришел, работал когда-то в Ави, сказал нет-нет. Потом я ему рассказала, что у нас все там по-другому, вообще сейчас немножко по-другому, другой маркетинг-клан, другие возможности. Он заинтересовался. И вот когда дошло дело до ИП, он сказал, он не может, на жену согласен. И куда-то он так на пару дней пропал. А потом он появляется и говорит, Юля, извините, я вам отказываю. Я говорю, ну, ничего не имею против, просто скажите, ну, причина вашего отказа. А он и говорит, что они там на выходных встречались с какими-то своими знакомыми, жены-знакомые. И они узнали, то есть, видимо, они уже общались на эту тему, и они узнали, что жена-знакомая также развивает бизнес с Арифлейм. И, естественно, жена предпочла пойти в команду к своей знакомой, и он вместе с ней, а как бы не ко мне. Вот. Вот. Бывает и так. Поэтому, то есть, всякое бывает, ничего такого особенного. Я просто для себя отметила, что может быть и такая ситуация. То есть, конечно, опять-таки, получается, что человек пошел на теплый рынок. Да? То есть, у него теперь был выбор у жены. То ли пойти со знакомой работать, то ли пойти ко мне к незнакомому человеку. Конечно, она выбрала знакомую. То есть, опять-таки, подтверждается тот факт, что теплый рынок заработает хорошо. Ну, у меня пока теплый рынок как бы не особо никак. Вот даже я пытаюсь через одноклассники кого-то знакомого заинтересовать. Ну, как-то народ не очень активно себя ведет. Вроде бы, как и не... Вроде бы, как и не отказываются, но никто особо не соглашается. Да, это личный бренд. Тут одна девочка пропала. Я... Да, тренирую возражения. Недавно вот такая еще история. Зашла тут магазин. У нас есть возле дома, недалеко, там мясо, молоко, сметана покупаем. И девушка-продавец мне говорит, ну, мы с ней просто здороваемся. То есть, я не знаю, какой зовут. Она не знает, как меня зовут. Она мне говорит, ой, можно я вас что-то спрошу? Хорошо, спросите. Я вот, говорит, в Одноклассниках случайно наткнулась на вашу страницу, у вас там какой-то бизнес развивается. Вы мне расскажете? Я говорю, ну, там в магазине, конечно, я не могу рассказать кучу людей. Я говорю, ну, да, найдите мне в Одноклассниках, я вам все расскажу. То есть, получается, да, личный бренд немножко уже начал работать, да, там как-то кто-то обращает внимание, лицо примелькалось в магазине, встретили в Одноклассниках лицо такое же, уже как бы заинтересовались. Вот теперь вот, в общем, вот такая моя история. В принципе, у меня все на сегодня. Да, звезда. Да, я когда-то в журнал в один отправляла, помню, письмо там, знаете, девочки, у вас города же есть? Люблю готовить журнал. Скажите, есть у вас такой? Люблю готовить, да, читаете? Нету или нету? Жалко. Такой маленький журнальчик, как брошюрка на газетных страничках Люблю готовить. Она вообще по всей России, ну, не знаю, может где-то есть. Вот, я когда-то, там, рецепт, рецепт, и в каждом журнале есть статья про город. И я когда-то решила написать про нашу Анапу, отправила письмо в такой журнал, там, большое письмо, там, с историей, с фотографиями, с рецептами. И мне, как бы, из редакции позвонили и сказали, что они берут эту мою статью, при том, мне тогда еще 800 рублей за это заплатили. И я просто, к тому, что опубликовали мою статью, и я тоже как-то пришла в один магазин, куда, пустя нахожу, меня там узнали, мне было так приятно. Сказали, ой, это вы там девушка в шляпке, в журнале мы вас видели, там рецепт какой-то писали интересный. Я говорю, о, да, это я теперь тут прям, узнаете меня везде. Мне было так приятно. То есть, да, вот личный бренд, оказывается, у меня вот работал еще тогда, когда я еще даже... Олеся, люблю готовить. Маленький такой журнальчик, как по А5 формата. Люблю готовить. И вот такая история у меня еще была. Ну, это вот что касается личного бренда. То есть, да, вот он реально работает, оказывается, просто не сразу, а ну как-то немножко время должно пройти. А по истечению времени, ну вот как бы что-то меняется, да, все меняется. Причем в лучшую сторону. Ну все, девочки, закругляюсь, не буду отнимать время. Спасибо большое. Тебя приятно слушать всегда. Спасибо, да, отлично. Вот смотрите, ребята, человек пришел, тоже раньше боялся выступать, первый раз подключаться там, да, сейчас Юлю нашу не остановишь. Юль, молодец, спасибо тебе большое за фишечки, за то настроение, которое ты нам даришь всегда, за позитив, за открытое сердце, что ты готова прям всем, да, помочь, своими советами, а очень хорошей всем командой. Ты молодец. Ну что, ребят, давайте теперь я подключаю Олю Иванову. Оля, подключай тебя. У нас с Олечкой сейчас будет дебют. Оль, смотри, тут сейчас табличка будет выходить, вас пригласили к диалогу, поэтому ты соглашайся и говори разрешить. Ладно? Иди. Все, слышно меня, нет? Да, все, замеркала. Давай, я отключаю? Давай, ладно? Ну, картинки не будет, у меня что-то с ноутбуком, какие-то проблемы, я через компьютер. Всем здравствуйте. Меня зовут Иванова Ольга. Я мама двоих детей. на данный момент я сижу в декретном отпуске. Пособие у нас платят всего до полутора лет. После полутора лет у нас платят 50 рублей до трех лет каждый месяц. И как бы меня вот это подвигло на какую-нибудь работу. Пригласила меня Оля Соколова. Как бы я увидела приглашение на страничке ВКонтакте. Думала, почему бы не попробовать. Ну, вот, попробовала. А какая ключевая фраза привела? То есть, это то, что я могу заниматься этим дома, ребенок у меня всегда со мной, не отрываясь ни от мужа, ни от семьи. Личный товарооборот у меня на данный момент пока 42 балла, но я еще буду делать заказ на этой неделе. Будет, наверное, 100 баллов. Да, вот, вам 150, мне всего 50. И еще плюс Сбербанк онлайн списывает 30 рублей каждый месяц. То есть, остается 20 рублей в месяц всего лишь. План у меня на этот каталог 6%, на данный момент у меня 3%. Ключевых партнеров у меня один пока. Это была моя первая регистрация Наташа Валеева. Она, как бы, мы с ней вместе работали на заводе. Она у меня увидела и сказала возьми-ка меня к себе. Ну, вот так вот и получилось. Личная регистрация пока одна, но вот ко мне тут стучатся в сообщениях наверное еще одна будет сейчас регистрация. Что вела в систему работы? Не знаю пока. Пока работаю через контакт, через одноклассники, через авито и через инстаграм начала работать сегодня. Вебинар понравился Оле твой мне про контакт. Я вот завела еще одну страничку в контакте, еще буду одну страничку делать. Что не получается пока таких не было у меня? Спасибо. Информация пока вся есть, но если у меня какой-то информации не будет, Оль, ты знаешь, я тебя буду мучить по этому поводу. интересно команде, пока я не знаю, не могу на вопрос ответить, и на фишку недели тоже не могу ответить. Ну, пока все, спасибо всем за внимания. Оль, очень переживала первый раз выступать. Я говорю, все первый раз проходим, да, вот, мы говорим, у нас тоже недавно только первый раз выступала, теперь мы так хорошо выступаем. Все, Оль, поздравляю с первым выступлением. Да, ты молодец. так держать. Давайте двигаться дальше вперед и расти. Так, Кать, Катя Шилина, давай тебя попробуем подключить. Подключаю? Да, Катюш, напиши мне сначала в чате. Да, как будто не впервые на самом деле. Так, кто у нас еще? Вероник, Вероник, Лена, послушивая. Таня, кто готов, ребят? Танюш, ага, хорошо, давай. Таня, подключаешься? Слышно меня, ребят? Слышно, но не видно, да? А сейчас? Слышно, видно? Слышно? Слышно? Хорошо. Всем привет, меня зовут Татьяна Дворяткина, пригласила меня Олеся Митренева. Ключевая фраза, которая появилась в бизнес. Наверное, я поняла, что я ничем здесь не рискую и то, что я могу сидеть дома с ребенком и зарабатывать. Это вообще замечательно, потому что я работала в офисе, я профессиональный переводчик, я сидела целый день в офисе. Это было крайне тяжело, особенно во время беременности, я прямо еле выдерживала конец дня, когда я все-таки оттуда сбегу домой к ребенку и к мужу. Личный товарооборот в этом каталоге пока 178 баллов. Заказала в основном велнос, почти все это велнос, себе, мужу, детям, лайф плюс подписка, коктейль и пэк, мужу пэк и детям витаминки. Так, план уровень на каталог, надеюсь, выйти на 18. В прошлом каталоге вышло на 15, в этом меньше на 18. За эту неделю лично предпочитаться в деление. Вебинаров посмотрела за неделю много, все фамилии не помню, очень много посмотрела по рекрутингу, твой Олечка смотрела, замечательный вебинар, очень помог в работе, смотрела, начала, кстати, работать на Травите, сначала я не очень поняла, как там работать, посмотрела вебинар, немножечко вроде как оттуда отклики идут, нормально, но там нужно действительно сидеть каждый день, объявления эти кучи-кучи рассылать и поднимать эти объявления каждый день, вот тогда, да, вот так будет, тоже интересная доска объявлений. на Авито иногда сижу по резюме, но в основном в соцсети. Разобралась, да, сначала, ой, не было откликов, как я вот говорила, а потом пошли понемногу, но там объявления поднимать надо каждый день, чтобы они были первыми в поиске выдавались людям. Так, что не получается? я даже не знаю, у меня, наверное, не получается самоорганизоваться, у меня иногда просто не хватает ни на что времени, я вот должна сесть, написать себе список с опросом, да, этот статус с опросом я обрабатываю до сих пор, мне до сих пор с него идут отклики, до сих пор идут с него люди, я была сама удивлена такому эффекту, вот, так что до сих пор оттуда я собираю, да, с двух страничек, а на второй страничке рабочий тоже разместил этот статус, ты знаешь, Олесь, мы так вот с Катей еще тоже разговаривали, мне кажется, это зависит от того, что много друзей, у меня на этих двух страничках на одной 1800, на другой 1500 или 1600 друзей, то есть представьте, сколько человек увидела, да, и сколько человек поставила класса, вот, а у Кати там, по-моему, штук 200 было друзей, возможно, поэтому и не получилось, мы так подумали, что в этом дело, от количества друзей тоже зависит, да, кто интересный в команде появился, у меня появилась, вот буквально я вчера зарегистрировала женщину, очень активная, молодец, она пользовалась когда-то продукцией, она тоже, как и все, наверное, была потребителем, вот, даже еще до заполнения формы она предложила, давайте созвонимся в скайпе, я прям ее поддержала, я с ней поговорила, прям работать захотелось дальше, вообще, замечательный человек, вот, ребят, прям советую, делайте созвон с партнерами, не, не, другая Олеся, другая, я ее пока так вот ввожу в работу, созванивайтесь в скайпе, это очень полезно, даже вот, возможно, до заполнения формы, потому что вот вы кидаете в чат форму, кидаете форму в этот, в личку, да, человеку, он заходит, смотрит, ой, паспортные данные, ой, адрес, ой, мобильный телефон, да, ну, не буду я все это вводить, непонятно кому, я ее не знаю, кто она такая, я не буду ничего ей давать, эти данные, вот, а тут вы с человеком увиделись, вот вы его видите, она вас видит, он же видит, он живой, ты живая, и он понимает, да, ты о себе там немножко расскажешь, кто ты, что ты, почему ты здесь, он о себе расскажет, да, многие шугаются, при собеседовании я раньше говорила, кто-то нормально реагирует, а кто-то сразу, ой, нет, мне это вообще не подходит, но я бывает, знаете, как говорю, я не обязательно говорю, что личные заказы, я говорю, что вы должны организовать личный товарооборот, а как это сделать, мы обучаем, есть очень много способов, то есть, как бы вот так вот, в общем, в принципе, люди нормально реагируют, но мне кажется, лучше сказать, чем не говорить про это вообще, потому что у меня были случаи, когда я не говорила, приходят люди и стекли глазами, смотрят, вот такие заказы, я тут вообще ничего такого не знал, и они тут же прям убегают отсюда, вот, так что, мне кажется, хотя бы примерно, но нужно сказать человеку, да, многие боятся скайпа, я тоже не знаю, почему так, у многих он просто не установлен, я одну девушку предложила вот так вот созвониться в скайп, она говорит, у меня нет скайпа, я ей кидаю ссылку, говорю, две минуты установить, все, она пропала, она испугалась, не знаю, чего, боятся себя показать, наверное, вот, фишка недели, фишка недели, наверное, то, что я поняла, что пока я не начну расти у себя в мозгах, в голове, я не буду расти в бизнесе, потому что пока я таракана в своей голове не убью, пока я не убью все свои сомнения, не убью какие-то комплексы, я не смогу идти дальше, это будет просто все время будет какой-то барьер внутри меня, я пытаюсь сейчас этот барьер сломать, у меня немножко уже получается, вот, и я в мозгах уже расту до директора медленно, вот, и моя команда, конечно, очень сильно мне в этом помогает, очень мотивирует, диплофоз, у нас в чатах очень много диплофоза, читайте, просвещайтесь, ребят, у нас классная команда, правда, на самом деле, иногда вот тоже так накатывает тоска, поговоришь с кем-то из команды, в чате пообщаешься и думаешь, нет, надо идти дальше, все классно, все круто, все будет хорошо, все, наверное, у меня все на сегодня, всем спасибо, было очень приятно вас всех видеть, слышать, все, выключаюсь. Вот там, на самом деле, какая ты пришла, да, колючка, маленечка, и какая ты сейчас ты уже открываешься, молодец, я очень рада, ты сюда, обязательно все получится. Лен, Алсуфь и Лену подпишем. Леночка, давай, у Леночки на стройке будет сейчас идиот, попробуем, давай, Ленка, табличка, и нажимай там, разрешить, и здесь, ты меня слышишь? Ага, вот, говори что-нибудь, хорошо. Слышен, я отключаю, говори, ладно? Слышен, temos many minutes silence, слышно, я буду давать меня. Ну, поставьте, пожалуйста, если слышно, как вы слышите. Привет, Светлана. Сейчас получше слышно. Как-то он зависает, как будто бы, звук. Может попробовать перезайти с другого браузера. Он как будто сядет, да, этот браузер. Давай я тебя отключу. Попробуй через другой браузер перезайти, ладно? Так, Катя, Ширина, мы сейчас пока попробуем. Лен, попробуй перезагрузиться, что ли, и обратно ссылку эту пройти. Или другой браузер использовать. Этот как-то маленечко не тянет. Катюш, тебя подключать? Или на... Катя, ты меня отмечула? А, Катя. Катя, и Катя у нас осталась. И, в принципе, Алена еще... Будешь выступать, Ален? Попробуешь? Попробуй. Ален, ты здесь? Вероника не может, Вероника, ты здесь, я. А, микрофон нет. Ладно. Хорошо, ладно, да. Тогда Катя, сейчас попробуем подключить. Получится, получится. Нет? Так, нет. Марин, да, ты будешь? Наш директор. Сейчас Катя попробуй. Ой. Как мы подключаем? Как мы подключаем? Марин, ты будешь выступать? Марин, ты будешь выступать? У меня Оля выступила на планерочке и убежала уже регистрировать человека. Молодец, да? Вот так вот. Дай Бог нам вторую веточку быстренько раздеть и так лишь выпадки. Так, круто. Лена сейчас перезошла, давай еще раз попробуем. Ты разрешить там везде? Давай скажи, Саня, привет. Ладно, давай тогда в следующий раз мы проверим, ладно? И потом, если что, будем тебя тут попробовать. Если с тобой не на планер, то будем проверять, а если будет больше. Ладно? Давай, до встречи. Ребят, всем спасибо, все такие молодцы. Работаем дальше. Первую неделю уже закончили, да? Да. А потом подошли. Ребенок придется в своей неоткутке. Ребят, спасибо большое. Давайте дальше продолжать работать. Две недели уже предновогодние каталоги. Я, знаете, я хотела вам рассказать, не знаю, говорила, не говорила, я же тут фишку хотела еще такую озвучить. У меня в команде есть же ребята, которые из моего города. Девчонки, вернее. Из моего города, ребят. И вот, я хочу их собрать вместе, да, и чтобы мы куда-нибудь сходили. Ну, куда-нибудь в кафе, встретиться. Да, они как раз у меня менеджеры и значки сейчас пришли. Мы некоторым прислали значки. За 9%, за 12% я хочу это все организовать и провести какое-нибудь мероприятие и подарить им эти значки официально от спонсора. Ну, от компании, да, чтобы спонсора именно выручала. Они просто, они в коробочках приходили. Ну, все, до встречи. Пока-пока. Обязательно фотоотчет, обязательно видеоотчет видеть. А мы это сделаем так, чтобы все увидели. Обязательно всех виду, целую. Пока-пока. Зовут меня Ольга Соколова. Пока.